Сегодня в выпуске затронем интересную тему, которая всплыла у нас в чате. Заключается вопрос в том, как можно создать зеркальную копию компонента и как эта зеркальная копия будет связана со своим родителем. Итак, у нас есть компонент. Он называется незатейливо, компонент 1. В нем есть эскиз и тело, которое из этого эскиза создано. Таймлайн у нас простенький, все видно. Давайте сделаем зеркальное отражение. Это делается очень просто и понятно. Мы берем инструмент Mirror, Pattern Type, Компонент. Выбираем объект, который нам нужно отразить и плоскость, относительно которой выполняется отражение. Мы это сделали и давайте разберемся, что же мы получили. Несмотря на то, что мы получили компонент также, этот компонент не является экземпляром оригинального компонента. Он является его копией. Этот компонент даже не получает всего того, что есть внутри исходного компонента. Например, компонент 1 Mirror не получает эскиз. То есть эскиз не проходит через операцию зеркального отражения. Через операцию проходит только геометрия тела в данном случае. Мы выяснили, что этот компонент не является экземпляром. Это уже совершенно новая, отдельная сущность. И если мы хотим размножать, то есть использовать компонент именно как компонент, как нечто типовое, то мы должны этими двумя компонентами пользоваться порознь. Например, если первый компонент мы копируем и вставляем, ctrl-c, ctrl-v, мы получили экземпляр, а не даже одного цвета у нас сейчас, потому что включена вот так эта штучка, компонент color cycling toggle. Если мы копируем компонент 1 Mirror, то мы получаем экземпляр уже вот этого компонента. То есть мы разобрались с тем, что это совершенно разные уже компоненты. Однако нужно очень четко разобраться, какая связь между ними сохраняется, а какая нет. Здесь достаточно просто. Я беру две последние операции, нам это не надо. Так, нет. Вот так и вот так. Разобраться с тем, какая связь между ними сохраняется, какая нет, мы можем по таймлайну. Если действие, которое мы совершаем, допустим, мы видоизменяем оригинальный компонент, синий, если это действие, изменяющее синий компонент, происходит до операции зеркального отражения, то это действие, соответственно, повлияет и на новый желтый компонент. Если же действие совершается после операции зеркального отражения, то, естественно, оно уже не будет отражаться на желтом компоненте. Сейчас я приведу примеры того и другого. Новая твердотельная операция, отверстие, hole. Мы создаем отверстие на оригинальном компоненте, на синим. Эта операция создается в таймлайне позже, чем операция mirror. Соответственно, она уже не находит своего отражения в компоненте потомки. Что еще может... Вообще, в принципе, все, что мы будем делать, допустим, мы используем fillet для того, чтобы сделать здесь скругление. Естественно, это тоже не отразится на компоненте, который мы отразили. Что же отразится? Давайте это выясним. Например, если мы редактируем эскиз, на базе которого создано вот это тело синенькое. Вот эскиз. Вот так редактируем. И здесь делаем, например, вот так вот. Вот эта операция, когда мы редактируем эскиз, мы на самом деле уходим в прошлое и редактируем его в прошлом. Соответственно, это повлияло как на оригинальный синий компонент, так и на желтый, потому что мы изменили эскиз в прошлом. И, наверное, если мы, допустим, отредактируем операцию Extrude, edit feature, мы вот здесь сделаем чуть поменьше, вот так вот. Это, естественно, тоже будет проходить через операцию Mirror, и, соответственно, желтый компонент тоже изменится. То есть мы смотрим, в каком порядке выполняются операции. Все, что до Mirror, оно все, соответственно, попадает сюда. Есть одна операция, которая очень хитрая, и она может и в прошлом работать, и в будущем. Это операция PressPool Q. Горячая клавиша. Давайте возьмем вот эту внутреннюю поверхность отверстия. Здесь есть OffsetType Автоматик. Вот я, честно скажу, я не рекомендую этим автоматиком пользоваться, потому что, когда вы его используете, вы не знаете, какой из режимов на самом деле. На самом деле в этой операции есть только два режима, и нужно понимать разницу между ними. Modify Existing Feature – эта операция действует в прошлом. New Offset – эта операция действует в настоящем. Если мы делаем Modify Existing Feature, и делаем вот так, то есть мы делаем то отверстие больше, то, естественно, это влияет и на желтый компонент. И эта операция не записывается в Timeline, потому что она меняет прошлое. Ctrl-Z я нажму, и еще раз эту операцию включу. А теперь я сделаю New Offset. Вот эта операция действует в настоящем. Она создает что-то новое. Она попадает в Timeline, и, естественно, в Timeline она попадает после Mirror. И здесь не отражается. Это то, что нужно знать про Press Pool, и про то, какая связь между компонентами остается после зеркального отражения. Это разные компоненты. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было полезно. Пока-пока.